Приветик всем! Снимаю видео о своих небольших покупках в магазине Золотое Яблоко. У меня был один поход онлайн, заказ онлайн, и поход в офлайн магазин. Давайте смотреть, что я купила. Решила знакомиться с маркой Top Face. Цены буду называть приблизительно, потому что я не знаю куда делись чеки, поэтому уж как получится. В общем, я выбрала для себя вот такой консилер под глаза в оттенке 03. Стоил он примерно 400 рублей. Вот так он выглядит. Фишка его в том, что он со спонжиком, с мягким. Надеюсь, я не ошиблась с оттенком, и можно будет пользоваться без проблем. Две помады от этой марки. Вот так выглядит коробочка оттенок 0,8 и 0,7. Видела в обзорах у блогеров, решила, что мне тоже надо познакомиться. Так выглядит футляр от оттенка 0,8. Вот так выглядит помада. Покажу 0,7. Они кажутся одинаковыми, но на самом деле какая-никакая разница у них есть. Стоимость, по-моему, 380 рублей, что ли. Катается. Ну, пускай катается. А второй оттенок 0,7. Ну, вот так вот. То есть одна потеплее, другая похолоднее. Решила пока остановиться вот на этих вот двух оттенках. Понравится, значит, всегда можно будет купить еще какие-то другие варианты. Решила попробовать хайлайтер. Так выглядит коробочка. Стоил он 498 рублей. Выглядит он вот так. По дизайну напоминает мак. У меня это оттенок шампейн. Кажется так. Попробую изобразить. Ну, что-то вот такое вот. Сейчас разотрем. Не знаю, как это будет в деле. Пока это все, что я купила от этой марки. Ну, потому что, на самом деле, у меня список большой. Но я просто решила с чего-то начать. Нужно еще купить обязательно, я хочу попробовать, пудру, тоналку, кисть-тулапку для нанесения тонального средства. Очиститель или кисти. Еще там что-то. Я уже не помню. Ну, в общем, есть что купить. Для мамы-мужа я купила тени для бровей от марки. Здесь вот отсвечивает. В общем, они серые. Я просто не хочу распечатать, потому что это не мое. Книжный шкаф мой фигурирует. Но не суть. В общем, стоили они 355 рублей. Это с учетом скидки. Мама-мужа натуральная блондинка. Она пользуется только серыми оттенками для бровей. Ну, в общем, да, как и для глаз карандашей. Поэтому, в общем, я не смогла найти никакой другой марки, где был бы серый цвет. Поэтому взяла от Диваши. Надеюсь, ее и то строят. Раньше вообще она пользуется, но у нее просто заканчивается. Это однушка от Art Deco тени. По-моему, в оттенке 508 или 509. Но я с ног сбилась. Я облазила все магазины. В общем, нигде нет уже этого оттенка. Я так поняла, что к нам вообще не привозят больше Art Deco. И поэтому, в общем, они торгуют остатками. И уже, конечно, ничего нет. В прошлых покупках я вам показывала. Я купила гель для душа вот от этой марки Nords. Я говорила, что мне очень понравился аромат. Я решила, что мне надо купить и молочко для тела. Тем более, что стоило оно всего лишь 200 рублей. В общем, бергамот и кедр. На самом деле, не пахнет ни кедром, ни бергамотом. Просто очень приятный такой, достаточно свежий аромат. Крем для тела с лифтинг эффектом Art & Fact 534 рубля. Здесь, по-моему, 200 миллилитров. Продолжаю скупать продукты этой марки. Не могу объяснить, почему. Просто рука тянется и все. И хочется купить. Парфюмированный крем для рук и для ног одновременно. Вот такая вот марка. Я не знаю вообще, что это такое. Стоил где-то около 300 рублей. Вот так выглядит тюбик. Меня соблазнило утверждение, что это парфюмированный крем. В общем, я планирую его использовать исключительно как крем для ног. Потому что для рук кремов хватает. Надеюсь, что вот для ног пойдет самое оно. Знакомлюсь с новой для себя маркой. Это марка 818 Beauty Formula. Я решила пока купить самый безобидный продукт. Восстанавливающий крем антиоксидант с комплексом витаминов для сухой кожи рук. Макадамия, Бакучуол и тому подобное. Защита кожи от стресса. По-моему 298 рублей стоил этот крем. И так выглядит тюбик. На самом деле в линейке есть ряд продуктов, которые мне хотелось бы попробовать. В частности, маска с коллагеном. Маска вот с витаминами вот из этой желтенькой линейки. Крем антиоксидант тоже интересный. Ну и со временем, я думаю, все можно будет попробовать. Давно хотела попробовать маску от марки Лабораториум. Питательная маска с церамидами. Вот такой вот маленький тюбик. Хорошие отзывы на эту маску. Здесь всего по-моему 20 миллилитров. Стоила она, кажется, 309 рублей, эта маска. Ну, попробовать хватит. Я влюбилась в гель для душа. Вернее, как-то я проснулась и поняла, что он мне нужен. Хотя я его даже не тестировала и вообще понятия не имела, как он пахнет. Начала его искать. В общем, онлайн его уже не было. И, в общем, в одном из магазинов я его все-таки нашла. Это вот марка Триклиму. Слива. Я так понимаю, это какая-то новогодняя версия, что ли, была. В общем, совершенно потрясающий аромат. У меня там списывали баллы. Вообще он стоит 600 рублей, но у меня он обошелся в 400. По-моему, в 392 рубля за счет того, что баллы списывали. Ну, я бы за 600 купила, если честно. И еще одна покупка, тоже не совершенно для меня неожиданная. Под прошлым видео о покупках в золотом яблоке моя зрительница Наташа написала мне о том, что у марки Тиана есть потрясающий крем для век, который называется «Чарующее совершенство». И я его сразу же купила. Так выглядит упаковка. Наташа, привет тебе большой. Наташа рассказывала о том, что этот крем настолько потрясающий, что не нужен люкс. При том, что стоит он вполне доступных денег. Если ничего не путаю, он мне обошелся в 790 рублей. Покупала онлайн. И последние мои две покупки – это уже парфюм. Я продолжаю увеличивать количество… Как это сказать? Не продолжаю… В общем, новые вещи в плане ниши. Я купила Жюльет Хазеган Ванилла Вайпс 50 мл. Аромат этот неразношенный. Мне он понравился по описанию у кого-то из блогеров. Потом я пришла в магазин потестить. Вот так выглядит сама эта коробочка. И вот он тут такой лежит весь красивый. Что, по сути, вот мои первые впечатления, знакомство блотерное такое, поверхностное. Я решила, что он мне нужен. В общем, я люблю кокосовые ароматы. У меня есть два аромата. Это аромат Аквалегория кокос от Герлен. И аромат от Реплики Бич Волк. Вот это вся та же тема. Ваниль, кокос, пиноколады – вот это вот все. Очень летнее, очень сладкое. Но при этом не душащее, не притерное. Но для меня это просто аромат лета. И я решила, что я хочу иметь его в себе в коллекцию. За счет того, что, опять-таки, повторюсь, списали баллы, обошелся он мне в очень бюджетную сумму. Я заплатила за него 3989 рублей. Это, ах, какая хорошая цена для этой марки. Ну, как мне представляется. И последнее, что покажу. Помните, мне присылали бокс. Я снимала ролик от Рандеву с ароматами Байреда. Я там выделила 4 аромата, которые мне понравились. И планировала, что куплю что-то из этих ароматов. Я, насколько помню, я выделяла ароматы La Tulip, Palp, Gipsy Wota и Mojave Ghost. Что я купила? Разносила я все пробирки. Это все дело прошлого, все давно закончилось. И в итоге я поняла, что мне нравится совершенно другой аромат. В общем, Балдафрик. Я поняла, что люблю, обожаю. Ну, вот я купила. Взяла объем 50 миллилитров. Мне кажется, 50 миллилитров это более лаконично. Все-таки и с собой можно взять. И вдруг разонравится. Ну, всякое бывает. В общем, взяла 50 миллилитров. Обошлось мне это 14 271 рубль. Кажется так. Я очень довольна. Когда закончилась пробирка, это у меня прям был шок. Думаю, надо скорее покупать. Настолько он мне понравился. Да. Ну, вот такие вот были небольшие покупки в золотом яблоке. Надеюсь, видео было интересно, полезно и приятно. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok